Всем привет! Продолжаем строить багги-рампу из GTA. В прошлой части поставили раму на колёса и сделали рулевое управление. В этой же части на рампу будет установлен двигатель и органы управления, а также будет произведён первый выезд. Первое, что нужно сделать, это привезти двигатель, который лежал в углу мастерской около года и ждал своего часа. Это УЗАМ 1.7 литра на 85 л.с. в сборе вместе с коробкой, снятый с 41-го москвича. Разгрузить его поможет лебёдка. Пришлось срезать некоторые трубы, так как при установке двигателя они будут мешать. Теперь можно примерить двигатель в моторный отсек. Моторный отсек большой и двигатель в нём находится свободно. Правый привод скорее всего останется родной, а вот левый нужно будет немного подрезать. Подушки двигателя как раз встанут на эти выступы в раме. В данном конкретном случае будем отталкиваться от приводов, так как колёса не перенести и двигатели за длины всей конструкции будут немного заходить в салон. А чтобы локти не намотало на шкив, всегда можно сварить моторный щит. В кабине остаётся достаточно места для комфортного размещения пассажиров. Плюс спинки кресел будут потоньше, но можно оставить и эти кресла. В принципе с положением двигателя всё ясно и можно крепить его к раме через подушки. Всего их две штуки. Оригинальные подушки очень долго нужно было ждать, и я приобрёл такие виброплощадки от Газели. Они практически подошли по отверстиям. Кронштейны для подушек будут сделаны из 10-миллиметровой пластины. После примерки и выравнивания двигателя их можно приварить к раме. Третий упор силовой установки находится на хвосте коробки. Для него приварили трубы и уши крепления. Теперь можно опускать двигатель и убирать стропы. При установке немного был повреждён масляный фильтр, но его всё равно нужно было менять вместе с маслом. Теперь нужно запустить двигатель, мало ли что с ним произошло за этот год простоя. Для этого нужно установить на него всю электронику. Так как это карбюратор, её тут не так много. Катушка зажигания и коммутатор, всё остальное уже находится на двигателе. Сверившись со схемой, подключил все компоненты. Создание баги занимает много времени и, разумеется, оставляет после себя много мусора, мешающий производству. Чтобы постройка шла полным ходом, я регулярно проверяю место работы на наличие ненужных деталей. Если на нём порядок, то и работа над проектом идёт быстро и слаженно. То же самое я делаю, когда очищаю память компьютера, чтобы новое видео вышло для вас как можно скорее. И лучший способ ускорить ваш ПК, это программа Avast Cleanup, которая сделает всё за вас. С помощью неё можно очистить компьютер и оптимизировать систему, чтобы она работала быстрее. Cleanup настраивается всего один раз и дальше постоянно будет на чеку, чтобы у вас было больше времени на работу и творчество. Вы можете отправить специальный спящий режим программы, которые потребляют слишком много ресурсов. Или почистить браузер, реестр и диск от ненужных файлов. Вы удивитесь, сколько невидимого цифрового мусора хранится на вашем компьютере. А мобильная версия Cleanup поможет ускорить смартфон, продлить работу аккумулятора или очистить память от ненужных фотографий, файлов и приложений. Интерфейс прост в освоении даже для новичка. Эта программа никогда не удалит нужные данные без вашего ведома. А бесплатный тестовый период поможет понять, насколько важно держать ваше устройство в чистоте и порядке. Скачивайте бесплатную пробную версию Avast Cleanup для Windows, Mac и Android по ссылке в описании. Вроде бы все подключил по схеме и стартер крутит. Теперь хочу проверить искру, так как проводку сделал свою, избавившись от косы проводов. Искра есть, можно попробовать завести двигатель. На холодную немного были вибрации, но после прогрева стал работать стабильно. Убедившись, что все работает, можно переходить к следующему шагу, а именно к приводам. Удачно получилось, что правый привод как раз подошел по размеру, а вот левый стоит немного укоротить. Нужно разрезать штангу и по месту определить ее длину. Продолжение следует... Пока не стали усиливать сварочный шов половинками трубы. Нужно посмотреть, как он будет вести себя при движении. Сразу проверил привода, поднял багги и на скорости завел двигатель. Все в порядке, привода работают и не зажимаются во всех положениях подвески. На очереди органы управления. Начали с педалей, сэкономили время и взяли их также от донора. При примерке оказалось, что одна из труб рамы будет мешать педалям. Об этом я говорил в первой части, что пока не стоит усиливать раму. Усиление может мешать в дальнейшем размещению узлов и агрегатов машины. Пришлось срезать трубу, а чтобы раму вдруг не повело, приварили пару упоров. Теперь педальному узлу ничего не мешает и можно сделать для него кронштейн и крепление. Третье крепление будет упором, так как это педаль сцепления и тормоза, и для нажатия нужно прикладывать усилия. Такая длина педалей слишком большая, нужно укоротить минимум наполовину. Вот теперь правильная длина педалей. И забегая наперед скажу, что нажимать на них комфортно и не нужно прилагать избыточных усилий. Педаль газа сделали самодельную, шарниром послужила шпилька с соединительной гайкой. Тросик для неё нужен не менее трёх метров. Попробовал взять трос спидометра от буханки и переделать его в трос газа для багги. Чтобы он работал, в нём нужно поменять стальной тросик. Для его крепления в трубе напротив нужно сделать отверстие. А чтобы он не протирался об трубу, взял коннектор от стандартного тросика газа. Далее соединил его с педалью газа. После проверки оказалось, что рубашка троса спидометра сжимается и не даёт нормально работать заслонке, даже если ставить несколько пружин. Решение нашлось позже. Установил трос от тормоза снегохода. Он как раз подошёл и с ним заслонка работает как надо. Далее по списку переключение передач. Начали с механизма, который находится на хвосте коробки. Это я уже делал на багги из папк, но тут я хотел сделать его скрытым, чтобы он не выступал за раму. Для этого стали придумывать новый механизм. Он будет похож на старый, но тут будет ещё один Г-образный рычаг, в который будут двигать шарниры от стойк стабилизатора. Для того, чтобы хвостовик двигался вперёд и назад, потребуется одна стойка. Чтобы хвостовик двигался вправо и влево, другая. Сразу соединили её с тягой переключения передач. Продолжение следует... Теперь нужно заставить хвостовик поворачиваться вправо и влево. Для этого приварили кронштейн и использовали вторую стойку. Но тут оказался один нюанс. При такой конструкции просто невозможно повернуть хвостовик. Шпилька, на которой находится соединительная гайка, неподвижна. И она не даёт повернуть всю конструкцию. В такой работе такое частенько бывает. В голове всё работает идеально, а на деле получается иначе. Но всегда есть запасной проверенный вариант. Сделали такой же механизм, как на баге из папк. А выступающие части можно закрыть стоп-сигналом или декоративным номерным знаком. Чтобы тяги не пружинили, нужно привалить к ним ребра жёсткости. Далее нужно сделать сцепление. Оно будет гидравлическим. Для этого приобрёл новые запчасти. А именно главный цилиндр, который стоит возле педали. И рабочий цилиндр, который расположен возле коробки передач. Для главного цилиндра нужно сделать площадку за педалью сцепления. Штоком для него будет анкерный болт с наваренным на него кольцом. Для рабочего цилиндра сделал кронштейн и разместил его на коробке передач. Соединяться цилиндры будут с помощью тормозной магистрали от классики. Для этого со стандартной трубки сцепления нужно переставить штуцера на тормозную трубку. Осталось только развальцевать трубку. Это я буду делать с помощью специальной струбцины. Далее соединил два цилиндра между собой. Бачок для жидкости будет находиться за приборной панелью. После заливки жидкости выгнали из магистрали весь воздух. Получилось очень мягкое, плавное сцепление. Осталось подключить тормоза. Так как от донора достался вакуумный усилитель тормозов, решили установить и его. Для него нужно сделать отдельное крепление и вырезать в пластине сегмент для штока. Педаль соединили. Осталось соединить суппорта с цилиндром через тормозные трубки. Передние суппорта соединили без проблем, а вот с задними пришлось повозиться. Из суппорта выходят сразу два шланга на каждый поршень. Соединили их в одну магистраль через тройник. Можно один из выходов в дальнейшем использовать под гидравлический ручник. Затем эти спаренные трубки подключили через тройник к тормозному цилиндру. После залили жидкость и прокачали тормоза. Получилось, что спереди трехпоршневые суппорта, а сзади двухпоршневые. Тормоза готовы и можно бы уже заводить двигатель и попробовать проехаться. Но осталось несколько моментов. Это охлаждение двигателя и бензобак. Радиатор разместили над коробкой. Он будет крепиться верхней частью к перекладине. Сделали еще один кронштейн снизу. Расширительный бачок как раз встал в это место. Стандартные резиновые шланги не подошли. На их замену пришли силиконовые трубки. Теперь можно заливать тасол и переходить к бензобаку. По иронии судьбы бензобаком будет служить бывший огнетушитель. К нему нужно только приварить заливную горловину. Находиться он будет прямо над двигателем, как и в игровой модели багги рампы. Электроника будет находиться также над двигателем, подальше от брызг. А аккумулятор разместили как раз за сидением. Осталось прикрутить воздушный фильтр и можно заводить двигатель, а затем выгонять воздух из системы охлаждения. Пока ключом зажигания будет провод, замыкаемый об раму. После небольшого прогрева двигателя стали выгонять воздух из трубок. Снимали их по очереди, заливали в них антифриз, но так и не получилось добиться нормальной циркуляции жидкости. Радиатор вроде бы и нагрелся, но вентилятор так и не включился, и тасол закипел. Было принято решение установить дополнительный тройник возле радиатора, для выпуска через него воздушных пробок. Также был перенесен расширительный бачок повыше. В конечном итоге удалось победить воздушную пробку и заставить включаться вентилятор при нагреве антифриза. А это значит можно попробовать выход из мастерской, проверить подвеску, тягу и тормоза. Передняя подвеска была зафиксирована в самом верхнем положении. Пока покатались просто по прилегающей территории к мастерской. По первым ощущениям это полностью гражданский автомобиль, очень комфортно им управлять. Все нажимается без усилий, большой размер практически не ощущается, угол поворота также небольшой. Единственное забыли установить передние амортизаторы, и рычаги на неровностях били об раму. Пока мощности двигателя хватает, но на такой багги хочется поставить минимум 200 лошадей. Кто знает, может и в будущем подвернется именно такой двигатель. Оando... Мастерство... Мастерство... ... ... ... Тормоза пока не настроены и схватывает только передняя ось. В целом первый выезд прошел без происшествий, вроде бы все попробовали. Есть моменты по передней подвеске, раскрутились верхние шаровые, из-за этого на колесах разный развал. А так для первого выезда все отлично. На этом моменте ролик подходит к концу. Если вам понравилось, пожалуйста поделитесь этим видео, ставьте большой палец вверх и напишите комментарий. Увидимся в следующем видео, в котором скорее всего будем пробовать перевернуть какой-нибудь автомобиль. Субтитры сделал DimaTorzok